Кость программы «Аргумент» сегодня Роман Светан, военный эксперт, полковник запаса. Роман Григорьевич, здравствуйте. Всегда очень рад с вами поговорить. Желаю здоровья. Роман Григорьевич, ну начнем с приятных новостей из Крыма. Вот буквально несколько минут назад появилось сообщение о том, что русская ПВО, хваленая в очередной раз, не прошла там проверочку на прочность и сообщается о взрывах в Севастополе. Вообще из Крыма за прошлую неделю поступило много таких приятных новостей. Вспомним только Джанкой с уничтоженными калибрами, повреждением железнодорожного узла. В Севастополе сегодня хлопки слышны не первый раз. Можем ли мы уже говорить, что медленно, но уверенно Украина начала процесс деоккупации полуострова? И что с ПВО российским? ПВО российское не может закрыть Россию, естественно, полностью. Это вообще нереально. Там надо десятки тысяч зенитно-ракетных комплексов. Они всю экономику, даже если переведут на их производство, они просто не закроют. Естественно, и Крым в том числе. То есть Крым они также закрыть не могут. Более-менее как-то они район фронта пытаются закрыть ЗРК. Но также есть определенные маршруты. Ну а Крым сам по себе пытаются закрывать такие объекты, которые очень критичные. Вот, допустим, давно не добирались мы до Инкермана. Вот если в Инкермане, а в Инкермане там, кстати, тысячи тонн топлива Черноморского флота. То есть если туда доберемся, там такой будет фейерверк. Вот уровня вот такие, они такого уровня еще они как-то прикрывают. А все остальное нет, никто не будет прикрывать. Вот сейчас слышны эти выстрелы и взрывы в районе училища Севастопольского. То есть скорее всего гоняют беспилотники, пытаются их сбить стрелковым оружием. То есть примерно начинают делать то, что мы когда-то в свое время, когда шли первые шахеды, если помните, то стреляли все во все стороны. Вот примерно то же самое у россиян. То есть они сейчас научатся или начнут учиться уже отражать атаки и с воздуха в том числе. Ну начнут, это не значит будут. А так как те беспилотники, которые мы используем, и те механизмы, маршруты, которые прокладывают наши специалисты, они все-таки серьезно к этому относятся. То есть видно прохождение наших беспилотников и авиационных беспилотников и надводных глисеров. Мы в последнее время также наблюдаем, особенно в Севастополе, работу наших надводных глисеров. Очень быстрые, скоростные, то есть подготовленные. По нему даже попасть очень сложно. Он маневрирует с прямым управлением. Потому как раз Севастополь, я думаю, ждет в ближайшее время такие интересные визиты наших средств поражения. Ну и русские, наверное, это хорошо понимают. Вот то, что яркое подтверждение, знаете, того, что у вооруженных сил Украины в Крыму все хорошо получается, это яркое подтверждение, это сегодняшняя новая свежая истерика Медведева, который снова достал ядерную дубинку и начал кричать, что применит Россия обязательно ядерное оружие, если Украина попытается освобождать Крым. Тут вот интересный вопрос, позиция Запада. Запад уже определился с этим вопросом? Ему хватает политической воли, решимости давать нам все необходимое для деоккупации полуострова? Или все-таки вот эта вот ядерная кнопка, она будет их останавливать? Ну, ядерная кнопка, скорее всего, будет останавливать самого Медведева. Дело в том, что он ее уже не получит и не увидит. Потому что он не говорил, но это его уже недостижимая мечта вернуться обратно к ядерной кнопке, к тому же чемоданчику. Хотя это, конечно, метафора. Там совсем другие системы управления, принятия решений. А вот как раз эти системы управления, принятия решений отслеживаются нашими партнерами и, в принципе, всеми ядерными странами, заинтересованными странами. Потому как только пойдет не разговоры Медведева, а, допустим, подготовка к выполнению определенных ядерных задач с применением ядерного оружия, то сразу эта система управления, она будет пресечена. То есть будет в определенном месте она рассечена, не пойдет дальше управление. А люди, которые приняли решение использовать, они будут уничтожены. Они прекрасно это знают. Самое интересное им это довели. Потому что ядерную дубинку, это может с очень большого российского бодуна вспомнить Медведев. Но никакого практического применения бить не будет. Ну, некоторые эксперты вообще говорят, что эту ядерную дубинку увез с собой Си Цзиньпинь. Показав всему миру, кто является вассалом, что теперь Пекин будет решать вообще вопрос применения и неприменения ядерного оружия Российской Федерации. Ну, может быть, не так линейно, то есть, но где-то рядом. Си не просто так приезжал. Сейчас вот эта война, которую развязал Путин, очень бьет по Китаю. Так как они в начале этой войны участвовали в ней, пытались как-то помочь и поспособствовать российскому вторжению. А теперь понимают, что то, что просыпется на Россию, то, что будет Россия выплачивать, оно может просыпаться еще и на Китай. А вот это Китаю намного страшнее, чем даже самой России. Китай очень много потеряет от определенных отрицательных моментов, связанных с разломом российской армии. Давайте вернемся все же к Крыму. Роман Григорьевич, как вы считаете, военным путем его будут все же освобождать? Или политическим? Или вот сейчас обескровят наши пути поставки, какие-то логистические схемы? И русские могут добровольно покинуть полуостров? Политическим путем в этой жизни можно только что-то сдать. А вернуть политическим путем ничего нельзя. Вот Китай сильно вернул Тайвань. Вернуть можно только военным путем. Сдать можно политическим, вернуть военным. Потому как только вопрос возникает о политическом что-то, это значит вопрос возникает о сдаче. Поэтому можно любого человека, который только поднимает вопрос или начинает эту тему поднимать о дипломатическом, политическом возврате наших территорий, это значит враг государства, его можно сразу расстрелять, без суда и следствия причем. Нет вариантов другого просто, только военные. Выход на госграницы Украины, есть один термин, кстати, тоже всякие, граница 24-го, граница 91-го, граница 14-го, нет таких терминов, есть термин госграница Украины. Выход на госграницу Украины возможен только после уничтожения всех россиян с оружием, депортации всех россиян без оружия и выход на госграницу Украины военным путем. На слуху в эти дни оказалась новая Каховка, я имею ввиду вот это сообщение генерального штаба о том, что оккупанты покинули этот город. Ну, к сожалению нашему большому эта информация была опровергнута, но тем не менее она привернула, привлекла внимание на основу Херсонской области. Понятно, что мы сейчас следим в основном за событиями на Востоке, а как ситуация обстоит на этом участке фронта? Какая там оперативная ситуация? Насколько россияне близки к этому жесту дохлой моли? И может ли быть этот сценарий применим и Кривобережью, как это было с правым берегом области? То, что было показано по новой Каховке, это просто была часть марлезонского балета, который называется «Ротация». Россияне по ротации уходила одна часть, а так как они уходили, они всегда обязательно что-то своруют. Но это россияне без этого не могут. Потому заходы и в дома, и мародерство, которое заметили, естественно, и наша разведка, и неравнодушные граждане, было восприняно так как выход из Каховки. Хотя реально, если касаемо части, которая уходила и мародерничала, это действительно был выход, и они действительно покинули Каховку. Просто заходила другая часть, причем на другие участки. То есть они рассредотачивались уже не в сам город, рассредотачивались, там остались блокпосты, хотя количество блокпостов иногда уменьшилось в 2-3 раза. То есть по новому саму систему обороны в районе Каховки россияне уже выстраивают. Они готовятся к форсированию Днепра украинскими войсками в районе Новой Каховки. Это уже понятно, уже даже понятно по их ротации. Ну и это логика процесса. То есть оптимальный вариант – это именно пересечение Днепра, форсирование Днепра по дамбе Каховского водохранилища через ГЭС. Естественно, новая Каховка, а там дальше чуть больше 70 километров до Армянска, до Крыма. То есть это одно из приоритетных направлений наступления. И к этому готовятся, естественно, наши войска, ну и россияне пытаются, по крайней мере, к этому подготовиться. Если наступление, допустим, будет только с Новой Каховки или там с Херсона на Армянск, то россияне попытаются еще опираться. А вот если будет параллельно два наступления, одномоментно, если будут, допустим, из-под Орехова наши начнут двигаться на Мелитополь, а с Новой Каховки на Армянск, вот здесь будет очень большой исход. Очень большой и очень быстрый исход российских войск, так как они будут оказываться не просто даже в оперативном, в полном окружении. Причем исход будет с Левобережья вплоть до Энергодара, то есть до Васильевки, со всего Левобережья. Ну, я думаю, наше руководство вот что-что, а в этом они очень хорошо разбираются, наши военные виртуозы такого рода разрабатывания операций. И потому, я думаю, этот вопрос будет именно так решен. То есть будет определенное давление для того, чтобы россияне сами приняли решение очень быстро уходить с Левобережья. Ну, будем ждать. Уходить они умеют, и делают это действительно очень быстро. Давайте на восток перенесемся. Понятно, что на Донбассе по-прежнему самая тяжелая ситуация. Вот, судя по сводкам, сейчас эпицентр боев перемещается с Бахмута под Авдеевку. Какая там оперативная сейчас ситуация? Почему смена вот этого курса произошла? Чем Авдеевка им выгоднее, чем Бахмут, да? И насколько корректно сейчас сравнивать ситуацию на этих участках фронтов? Ну, я бы не сказал, что перемещается что-то с Бахмута на Авдеевку. Просто в Авдеевке возникает новый очаг наступательных действий российских. Это не перемещение, то есть не тухнет наступательная активность россиян, допустим, в районе Бахмута, того же Сиверска или Кременной. То есть они также наступают с таким же остервенением в этих точках, в этих локациях. Просто возникает еще одна точка, вот как в свое время возникала точка в районе Углидара, то есть как было там по 50 атак в Бахмуте, так оно и было. Но вот 2-3 атаки в районе Углидара чуть отвлекли информационное чисто поле для освещения именно этой точки. Вот примерно то же самое сейчас происходит в районе Авдеевке. То есть появляется вроде как новая точка применения российских наступательных действий в войск, там где они начали двигаться. И потому внимание на нее тоже обращается. Но это абсолютно не снимает давление с Бахмута или там с того же Сиверска. То есть они как давили, так и давили. Даже еще я бы сказал, сейчас уже более-менее подсохло, туда еще и техника подтягивается, авиация подтягивается. То есть увеличивается по некоторым позициям огневое поражение в районе Бахмута. А в Диевке открылось новое направление. Они будут пытаться в ближайшее время в преддверии определенных сухих, сухой погоды, хотя сейчас несколько дней будут проходить фронты, циклоны проходят западные. То есть вылит и засыпет снегом, вылит водой, естественно, дожди перемелят, опять все будет в хрязь. Но тем не менее пока есть какие-то сухие деньки, они пытаются с техникой в том числе где-то выполнить задачу. В районе Донецка это задача отодвинуть фронт от города. Особенно Авдеевка. Авдеевка сама по себе это плацдарм, с которого наша арта работает и по Макеевке, и по Донецку, и по Ясиноваде. Они там до Жугреса достают. Высокоточная артиллерия, армейская высокоточная, работает по военным объектам в этих городах. Потому у них это как пояс в горле. Они пытаются ее как-то отодвинуть, как-то закрыть этот механизм. Вот начали, от безысходности начали наступление. Ну, пытаются, по крайней мере, окружить. Но там нереально сама по себе Авдеевка находится на возвышенности, с превышением относительно ближайших сел и полей. Потому очень удобно удерживать. Потому мы и удерживаемся на Авдеевке. Им очень сложно выполнить задачу окружения. Как вам предупреждение Белого дома об угрозе нового наступления в Российской Федерации? Причем с нескольких сторон. Говорят, что Путин может отдать этот приказ. Чем? Чем наступать у нас возникает вопрос? Вот это же вопрос. Отдать приказ он может сколько угодно. Он в прошлом году отдал приказ уничтожить Украину, денисифицировать и еще там что-то. Демилитаризировать, взять Киев за три дня. Да, да. Ну это такое. Это же приказ. Его уже к нему уже относятся, как к ребенку пятилетнюю. Ну за 70 перевалей там тоже есть такие проблемы. А потому отдать он это может выполнить чем? Вот все, что они могут выполнить, а здесь Белый дом с одной стороны прав и в продолжении моих слов. Сейчас россияне не использовали в больших количествах технику. У них она есть. И новая есть, и старая есть. Они ее не используют, так как не позволяет погода. Мы тоже не используем свою технику, как раз из-за погоды. Донбасский чернозем это все равно, что цемент. Можно зарыться влажный цемент, можно зарыться по башне, а потом оттуда уже ничем не вывезти. Шея 40 тонн. Танк вытащить очень сложно с чернозема Донецкого. Потому его сильно не использовали технику. А вот то, о чем говорит Белый дом, и то, что в принципе все мы прогнозируем, как только подсохнет, россияне могут дальше давить, выполнять наступательные действия, только уже с помощью этой техники. Вот именно об этом, в принципе, это все знают. Мы это прекрасно, поэтому готовы. И мы также можем использовать свою технику. Ну, просто интересно, на что можно рассчитывать, если они расчехляют технику с 40-х, 50-х годов выпуска? Ну, эта техника вряд ли пойдет в наступление. То есть эта техника 40-е, 50-е года, то есть все, что производилось в прошлом тысячелетии, легко может использоваться для поддержки войск в наступлении, но только не в прорыве, а сзади в наступлении, то есть с тыла поддерживать. Они могут, это любой танк, даже 70-летний, даже 90-летний танк. Это, в конце концов, пушка на колесах. Если у этой пушки есть снаряды, то это пушка на колесах, причем с хорошей проходимостью на гусени пройти, можно и выполнить определенную задачу поддержки. Понятно, вперед она не полезет, потому что это очень хорошая цель. А вот сзади поддержать даже ту же пехоту, которая сначала идет. А сзади вот такой пушкой поддержать. И некоторые есть обвесы, те же пулеметы. То есть выполнить задачу и БМП. Она может, танк может. Ну, а взрывшись, это вообще стационарная позиция артиллерийская. Сам по себе танк и прямой наводкой может работать, пушка может работать. И навесом, как САУ практически. Ну, пусть 7-8 километров, понятно, не за 30 километров снаряд может отправить. Но 7-8 довольно-таки точно танк может попасть. А если бусоли есть, это вообще с закрытой позиции может работать. То есть вопрос использования такого рода танков возможен только не в наступлении. Вот это у них проблема. В наступлении, конечно, оптимал – это новая техника. Она у них есть. Они производят где-то около 20, до 20 танков в месяц новых. Потому они поступают на линию фронта. Мы, понятно, их уничтожаем часть, но, тем не менее, она есть. Ждем, ждем, в принципе, все ждем погоды. И мы, и они. А наступать они смогут только там же, где и наступали. Никаких новых направлений точно не будет. То есть это будет Донецкий и Луганский фронт по тем же направлениям. На Углидар, на Маринку, на Авдеевку, на Бахмут, может быть, там на Константиновку, на Северск, из-под Кременной на Лиман. И район Сватово-Купенск. Постараются выйти на Купенск, двинуться на Купенск-Музловой, тоже на Лиман с севера, на юг, вдоль Аскольского водохранилища. Роман Григорьевич, техника – это хорошо, но ею кто-то должен управлять. В каждый танк нужно посадить кого? Вот, и ни одного человека. А что у них вот с резервом человеческим? У нас в ГУР говорят, что Россия на сегодняшний день в состоянии мобилизирует до 20 тысяч солдат в месяц. Насколько это восполняет их реальные потери сейчас на фронте? Ну, она не только в состоянии, она мобилизует. Реально около 20-30 тысяч человек в месяц. Опять же, не мобилизуют. Теряют их не больше в месяц? Столько же они теряют. Примерно столько же. Убитыми теряют. Тяжелораненными еще столько же. То есть, убыль-то идет. Общая динамика на убыль. Это однозначно. А примерно вот то, что они мобилизуют, а скорее всего, они перестали мобилизовать, предлагают контракты. Причем сначала мобилизуют, а в конце концов, в военкомате предлагают все-таки идти на контракт. Так как по контракту чуть больше финансирования, соцпакет, чем под мобилизацию. То есть, это такой механизм, как заставить человека, допустим, подписать контракт на несколько лет или на полгода армейский контракт. Сначала мобилизовать, сказать, что вообще ничего не получишь. А и тут же предложить альтернативу. Потому там большинство мобилизованных, вернее, собранных под мобилизацию, в конце концов, становятся контрактниками. Вот таких около 20 тысяч человек. Они действительно каждый месяц собирают и как-то их готовят. Но смысл в том, что нет механизма восполнения, так как у них около сотни тысяч человек до сих пор болтаются по полигонам России и Белоруссии. Их нечем экипировать. А это проблема российская. Почему же не Китай? У китайцев это все просят. Северная Корея, у Ирана. Беларусь уже все свое отдала. Батька в трусах остался. Ну, последние трусы же отдаст или не отдаст, по крайней мере. Жинка не поймет. А вот вопрос вот этой экипировки, он проблематичен. И смысла у них тоже нет тогда, у россиян, даже собирать. Почему они им мобилизацию не объявляют? Это смысл. Там можно собрать 10 миллионов человек. И что, это будет толпа в 10 миллионов человек? Это же не аль. То есть, вот эти проблемы, да, они им не дают решить масштабные вопросы. Потому, если будут наступать вот по тем же направлениям, по которым они уже двигались, не больше. Российской технике привет передали в Минобороны Британии, да, когда заявили, что передадут Украине вооружение с обедненным ураном. Но что на России началось, конечно, это не передать. Там страшный войн на болотах и снова угрозы ядерным оружием и так далее. Объясните нам вот доступно, что это за боеприпасы? Как они помогут нашим? И почему их так истерически боятся русские? Прошить броню танка можно хорошим ломом. Если его хорошо разогнать до определенной скорости, для того, чтобы, допустим, лом всю свою кинетическую энергию, в конце концов, преобразовал в тепловую. И от удара пробил броню танка и прожег ее именно уже тепловой энергией. Так вот, чем тяжелее такой лом, а для того, чтобы он хорошо летел, ему надо опереть. То есть это такой дротик должен быть, где-то метровый дротик с оперением, с толщиной где-то 2-3, ну, в пару пальцев, там, 2-3 сантиметра. И чем он тяжелее, тем лучше. А вот обедненный уран, он уже не радиоактивный. Обедненный уран, весь смысл его обеднения, то есть он не радиоактивный. Это 238-й уран, но он все-таки в 2-3 раза он плотнее стали, он тяжелый. То есть 11 квадратный сантиметр или кубический сантиметр этого обедненного урана в 2-3 раза тяжелее кубического сантиметра той же стали. Вот представляете, вот такой лом, который выходит из ствола. Для того, чтобы он вышел из ствола танка, его сначала одевают в кокон, похожий на снаряд, вставляют его в ствол, дальше идет выстрел. И где-то около полутора тысяч метров в секунду при выстреле разгоняется этот вот дротик, вот такой метровый дротик из обедненного урана. И попадает, естественно, очень хорошая система прицеливания у танка, он точно попадает в танк «Россия». На него не срабатывает активная броня, так как он не взрывается. Это просто дротик, который прошивает даже активную броню, не успевает взорваться, так она настроена на взрыв. Взрыв против взрыва, то есть весь смысл активной брони. Здесь он ее прошивает, а дальше вся кинетическая энергия, эти полторы тысячи метров в секунду, а энергия это МЦ квадрат, если кто помнит. То есть масса, а масса тяжелая, в несколько раз тяжелее стали, и скорость большая, а еще и в квадрате. То вся эта энергия переходит из кинетической в тепловую. Он начинает разогреваться. В момент входа в броню он разогревается, а сам по себе он пироформ. То есть разогреваясь где-то до 600-650 градусов от этого удара, он сам начинает гореть. Это как кумулятивная струя, которая влетает в танк, пробивает где-то около 700 миллиметров брони, а у россиян она меньше в танках. Пробивает и внутри выжигает все, там даже пепла не остается. То есть вот такой интересный снаряд, который является, ну, в принципе, и снарядом с одной стороны, с другой стороны дротиком. Ну, а реально это такая смерть с первого выстрела любого танка, любой брони. И именно от этого истерика у россии. Они прекрасно понимают, что им светит. А те виды танков, которые нам передают западные партнеры, насколько они будут тяжелые или легкие? Ну, есть ли россиянам чем против них идти? Ну, дело в том, что те танки, которые нам передают, они тяжелые, они где-то 60-ти тонкие. Это не Т-72, он 40 тонн. А леопарды, абрамсы, это уже под 60-65 тонн, в зависимости от брони, от определенных систем управления, от отсечных комор, так называемых, за 60 тонн веса. В основном за счет брони. То есть, там реальная броня удерживает снаряд, причем танки, особенно леопарды, а и челленджеры, и абрамсы, они могут выдержать 2-3 прямых попадания и дальше двигаться, то есть, выполнять свои задачи. Плюс этих танков, то, что оружие, которое у них есть, то есть, те же стволы и система управления вооружением, она достает российские танки за полтора раза дальше, чем российские танки могут достать. То есть, танки не подходят, российские просто не подойдут на дальность своего выстрела. Их уже уничтожат, уничтожат эти тяжелые танки. Там вот вся еще прелесть этих танков именно в вооружении, в вооружении и в системе управления вооружением, в определенных вычислительных системах, которые точно держат ствол и сами выполняют определенные сноски на все показатели. Потому, в принципе, один выстрел, один танк. А если это еще дротик, ну, то есть, снаряд, бобс, так называемый, это подкалиберный снаряд. Подкалиберный – это вот калибр самого штыря, он меньше, чем калибр ствола танка в несколько раз. Потому, он называется подкалиберный. Но вот эти бобсы, если они будут, они будут по-любому, особенно с челленджерами, то это один бобс, один танк российский минус. Ну, и вообще же пишут, что НАТО создавало свое вооружение именно учитывая качество советского вооружения. И именно для борьбы с советским вооружением. Поэтому, конечно… Так он же, да, он же так и рассчитывался. То есть, брали толщину брони российского, самого лучшего российского танка и вычисляли, сколько, какая длина должна быть у этого штыря, грубо, у этого дротика, у этого снаряда. Какая кинетическая энергия пробивали. Все прекрасно понимают, что они реально на 100% любой российский танк прошибут. Значит, Абрамсы, о которых вы вспомнили, тут недавно порадовал министр обороны, США, Ллойд Осин говорит, что Штаты будут передавать Абрамсы, которые есть у Пентагона на складах, а не будут дожидаться производства новых. На фоне этого сообщения мы уже авиацию из Словакии получили. Вам не кажется, что мы, по сути, уже приблизились к старту контрнаступления? По сути, оно уже неизбежно. Что можно… Вот как можно обнадежить украинцев вот сегодня, особенно тех, которые нас смотрят с оккупированных территорий, но и не сказать лишнего? Дело в том, что надо, во-первых, говорить правду. То есть для того, чтобы люди понимали вообще процессы, которые происходят. И чем правдивее информация, тем она правильно заходит и правильно интерпретируется и воспринимается. Допустим, те же Абрамсы… Нам будут действительно давать Абрамсы, те, которые уже есть со складов. Ну, это чуть ранняя модификация. Это первая, а не второй модификация, которую нам хотели передавать аж в следующем году. Потому оптимально нам лучше взять первую модификацию. Во-первых, ее много. А уровень примерно такой же, как у Леопарда второго. То есть легче ею управлять, этой машиной. Ну, естественно, и обслуживать ее легче. То есть это правильное решение как раз. А так как нам нужны Абрамсы, называется, уже вчера, а их только дадут завтра, то оптимальный вариант как раз именно вот такой подход к передаче. Абрамсы, может быть, не успеют на начало наступления. Абрамсы, скорее всего, подойдут уже в разгар наступления, тогда, когда уже будем заходить в Крым. Нам передают определенное количество сил и средств для того, чтобы мы одним ударом, то есть одним наступлением вышли на границы, на госграницу. Даже не буду еще раз говорить по поводу... На нашей законной границе. На госграницу Украины. Это самый оптимальный вариант, как правильно говорить, и где мы будем останавливаться. На госграницу мы должны выйти за счет одного движения. Потому что сейчас идет подготовка к передаче такого рода техники и боеприпасов. Причем есть определенные все-таки проблемы с логистикой. У нас нет складов, мы работаем с колес. То есть надо настроить логистические цепочки, которые в три раза больше, чем, допустим, сейчас, пока мы стоим в обороне. Они настраиваются, я думаю, где-то не раньше, чем, правда, середина апреля. То есть вот после Пасхи у нас уже будет определенный запас сил, средств, уже будет понимание процессов, плюс уже будет понимание погоды. Потому где-то с середины апреля до середины мая вот в этот промежуток начнется наше наступление. И даст Бог, и его правая рука не подведет генерал Залужный в этой войне, мы выйдем на госграницу. Дай Бог, чтобы и этот ваш прогноз оправдался, Роман Григорьевич. Спасибо вам огромное за то, что нашли время пообщаться. Роман Светан, военный эксперт, полковник запаса. Сегодня был гостем программы «Аргумент». Спасибо, что смотрите. Не забывайте подписываться. Хорошего всем дня. Светан, военный эксперт, полковник запаса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова